Привет всем, меня зовут Карина и добро пожаловать на Universal, канал о психологии и сложной природе человека. Сегодня я бы хотела затронуть такую с вами тему, как коронавирус, пандемия и как все это влияет на наше психологическое состояние. Потому что я как психолог замечаю такую тенденцию, что люди не рассказывают, они не договаривают то, что на самом деле они очень сильно переживают за свое настоящее, за свое будущее, за свое здоровье, за своих близких, за свою работу. Что почему-то это как будто зазорно говорить о том, что ковид очень сильно бьет по психике и вся эта неопределенность, она выбивает почву из-под ног. Я считаю, что об этом очень мало говорят, что нужно говорить больше, нужно делиться своими проблемами, не скрывать. Это видео, как бы цель этого видео, это не только поделиться какими-то своими наблюдениями, рассказать вам про какую-то статистику, но в целом цель этого видео это помочь некоторым людям высказаться, потому что одиночество это огромная проблема современного мира, и очень многие люди находятся в полной изоляции, без всяких пандемий, а с этой пандемией это только все усугубилось. Поэтому для меня очень важно, чтобы на русском ютубе было такое место, куда люди могут прийти без осуждения и просто поделиться тем, что их тревожит. Для меня очень важны эмпатия, для меня очень важно сочувствие, милосердие, и мне очень хочется привлечь людей, которые тоже живут подобными ценностями, и которые хотят видеть этот мир чуть лучше и чуть добрее. Итак, ковид и как он бьет по нашей психике. Давайте разбираться вместе. Думаю, что большинство из вас обеспокоены пандемией и ее долгосрочными последствиями. Ковид повлиял на самые различные сферы нашей жизни, начиная с экономики, мирового финансового рынка и заканчивая детьми, сидящими дома, без возможности увидеть своих друзей месяцами, переполненной системой здравоохранения и нашим подвешенным психическим здоровьем в целом. Самоизоляция, карантин изменили нашу обычную деятельность и распорядок дня на 180 градусов. И для многих ударили по их средствам к существованию. Все это привело к усилению одиночества, беспокойства, депрессии, бессонницы, употребления алкоголя, наркотиков, а также, к сожалению, к увеличению салф-харма и суицидального поведения. Локдауны во всем мире привели к росту домашнего насилия, когда женщины и дети, но могут быть и мужчины тоже, тут дело не в гендере. Живущие с домашним абьюзером оказываются словно в клетке и не могут спастись или уйти от своих насильников во время карантина, так как все закрыто, или службы спасения переполнены, или же просто нет денежных средств на это. У нас и так в мире была пандемия психологических расстройств. Недавние опросы показывают, что число психических заболеваний после вспышки коронавируса увеличилось на 20%. При таком сценарии у многих впервые в жизни развились серьезные психологические проблемы, зависимости, а у тех, кто был уже болен, все только усугубилось. Люди с паническими атаками, люди с агорафобией. Например, люди с ОКР, особенно из-за последовательной пропаганды мытья рук для смягчения коронавирусной инфекции, ее распространение буквально со всех сторон, страдают как никогда раньше. Принуждение к чистоте для таких людей – это триггер. Они начинают часто мыться, проверять свои руки, тело, вещи вокруг. Порой все эти проверки, вы только представьте, могут занимать по 8 часов в день. Люди с расстройствами пищевого поведения также стали очень уязвимы в мире ковида. Во-первых, нарушение повседневного распорядка дня, ограничения пойти в тренажерный зал, они усиливают беспокойство по поводу веса и формы тела и негативно влияют на режим питания и сон людей. Во-вторых, пандемия и сопутствующие социальные ограничения, они лишают людей социальной поддержки, тем самым потенциально повышая риск РПП, ну и не только РПП, а за счет устранения защитных факторов, например, возможность посетить психолога. В Англии, где я живу, многие сеансы были отменены во время локдаунов, и огромное количество людей, они не получили своевременную психологическую помощь, остались абсолютно одни в своих проблемах. И, к сожалению, пребывают в них до сих пор, так как лист ожидания попасть к психологу, он только вырос в разы. Или же невозможность навестить родственников, друзей, просто высказаться. В-третьих, возвращаясь к РПП, страх заражения может усилить симптомы РПП из-за того, что люди начинают следовать так называемым здоровым диетам, направленных на повышение иммунитета. Но на самом деле это очень ограничительные диеты по своим полезным составляющим. И скорее несут вред, чем пользу. Артерексия, например, если вы не слышали, это расстройство приема пищи, которое характеризуется навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию. Что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Таким образом люди понижают свой иммунитет и здоровье. Я как психолог вижу все больше людей с их псевдоздоровыми диетами и образом питания. Также людей с ранее существовавшим психическим заболеванием на 65% больше шансов получить диагноз ковида, чем у людей без. Дальше мы наблюдаем эмоциональные вспышки в людей, связанных с их настроением. Особенно чувство паники, боясь встречаться с другими людьми, страх заразиться, страх смерти сейчас очень распространен. Страх не получить предметы первой необходимости, еду и так далее. Миллионы людей потеряли работу. Больше всего страдают люди, занятые в каких-то неформальных секторах, где работа больше на словах, чем по контракту. Это создает огромную неопределенность. Возросла тема долгов, когда люди не способны гнаться за своими счетами, заплатить за квартиру. И падают в яму еще больше неопределенности. Связь между бедностью, долгами и психическим здоровьем – это, конечно, не новость. В целом, люди, живущие в затруднительном финансовом положении, подвержены повышенному риску проблем с психическим здоровьем и более низкому психическому благополучию в целом. Хорошо известно, что люди из самых низких социально-экономических групп имеют больше психологических проблем, чем люди из средних и высших групп. Каждый четвертый человек, испытывающий проблемы с психикой, имеет долги, которые ему не под силу выплатить. Безработица снижает качество жизни, социальный статус, самооценку и главное желание достигать жизненных целей. Начинается депрессия, употребление каких-то веществ. С короной все эти проблемы, они только удвоились, а то и утроились в некоторых регионах. Врачи, медсестры, парамедики, работающие напрямую с ковидом, они очень сильно подвержены расшатанному психическому здоровью сейчас. Страх заразиться ковидом, продолжительный рабочий день, отсутствие средств адекватной защиты, медицинских принадлежностей, отсутствие эффективных лекарств, смерть их коллег после заболевания ковидом, социальное дистанцирование, изоляция от их семей, друзей, ужасное по здоровью положение пациентов. Все это, несомненно, бьет по психике. В итоге эффективность работы медперсонала постепенно снижается и, согласитесь, уже сложно бороться с ситуацией спокойно и непринужденно. В Англии, например, врачам запретили высказываться, что на самом деле происходит за закрытыми дверями, в каком именно состоянии находится медперсонал, только самый минимум историй проскальзывает в прессу. Также ковид может иметь серьезные негативные последствия для психологического здоровья пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Опять же, повышенный стресс, тревога, депрессия. Часто пожилые люди зависят от более молодых в своих повседневных потребностях. Самоизоляция может нанести серьезный ущерб семейной системе, когда все на взводе и нет никакой помощи извне. Пожилые люди и инвалиды, живущие в спецдомах и домах престарелых, могут столкнуться с абьюзом, потому что персонал чувствует себя перегруженными. Начинается замкнутый круг, когда центы напуганы или они раздражены, начинают кричать или проявляют другие виды эмоциональных вспышек, кусаться, драться, не едят, не спят. Это напрягает тех, кто за ними смотрит. Они, в свою очередь, тоже срываются на крик. И ненависть, или же они пичкают их успокоительными, что усиливает и так шаткое состояние пациентов, и так по кругу. Матерям, пережившим послеродовую депрессию, или у которых она до сих пор наблюдается, тоже очень сложно. Исследования показывают, что каждая седьмая женщина испытывает послеродовую депрессию. Это без всяких пандемий, сколько ее имеют во время пандемии. Пребывание дома, со всей домашней работой, с детьми, о которых нужно заботиться, без социальной жизни может привести, несомненно, к усилению депрессии, к невозможности ее перебороть, с ней справиться. Многие матери чувствуют себя перегруженными всем, что им приходится нести на своих плечах во время этой пандемии. Из-за социального дистанцирования количество мест, где можно расслабиться с детьми, очень ограничено. И даже большинство общественных парков периодически закрыты. Большинство матерей чувствуют тревогу, они уязвимы к вспышкам каких-то прошлых стрессоров. Невозможность толком поделиться своими проблемами. И полная изоляция, естественно, плохо влияет не только на матерей, но и на малышей. Знакомо ли вам это ощущение, что вы чувствуете себя перегруженной воспитанием детей? Чувствуете себя в полной изоляции, где вы совершенно одни? Поделитесь своими историями в комментариях. Все перечисленные ситуации еще не затрагивают заболевания коронавирусом напрямую. А теперь добавьте ко всему этому сам ковид. Слабое здоровье, невозможность дышать толком, встать с постели, потерю близких из-за ковида. В некоторых случаях утрату совсем молодых родственников и друзей, наших мам, пап, партнеров, коллег. И не знание, повторится ли все это снова. Также, даже если кто-то и переболел короной, все равно может быть постковидная хандра. Постоянная усталость, отсутствие запаха и вкуса месяцами, головные боли. На фоне всего этого развивается конспирация, что нас хотят чипировать, что ковида не существует, что скоро весь мир захватит ящерицы. И все в этом духе. Непонятно, что делать и во что верить, куда бежать. Определенные психологические паттерны могут объяснить, почему заговоры, как правило, набирают популярность во время социальных кризисов. Человеческий разум, гроза вируса, изоляция и социальные сети тут действуют в тандеме, создавая идеальную комбинацию, чтобы затащить людей в кроличью нору теории заговора. Людям необходимо во что-то верить. Независимо от того, исходят ли эти убеждения из-за религии или науки, их полезность состоит в том, чтобы заполнить ту пустоту, оставленную неопределенностью. Неопределенностей сейчас очень много, согласитесь. Желание разобраться в мире – это центральный мотив в теориях заговора. Когда у людей нет ответа на вопрос, они склонны его придумывать. Попытка определить причину событий имеет важное значение для стабильности и последовательности в нашем понимании мира. Чем больше угроза существования, тем больше люди пытаются найти объяснение, почему. Конспирация, как правило, предлагает чувство некого контроля в неопределенной ситуации. Таким образом, эти теории позволяют людям объяснить, как возникла ситуация и кому можно доверять. Это создает иллюзию способности предсказывать и предвидеть будущие события. Также человеческий разум имеет тенденцию использовать короткие пути для упрощения информации с помощью когнитивных искажений и эвристики. Предпочитая простую информацию и используя как можно меньше умственных усилий, люди склонны принимать некое объяснение, если оно удовлетворяет их потребностям и не делать дальнейших проверок. Думать это сложно, если коротко. Заговоры дают очень упрощенное объяснение ситуации, которые на самом деле очень сложны и очень трудно понять их иначе. Таким образом, люди склонны использовать одно и то же убеждение для объяснения как можно большего количества неопределенностей. Эта закономерность появляется в теориях заговора, где каждую проблему можно объяснить, например, действиями могущественных и опасных людей, таких как Билл Гейтс, форматические компании, люди из политики. Сторонники конспирации обычно не доверяют властям, поскольку научный консенсус меняется по мере появления новой информации. Правительство и эксперты в области здравоохранения иногда противоречат самим себе, усугубляя это недоверие. Более того, реакция властей на эту конкретную пандемию порой была довольно нечеткой, где-то даже странной, что привело к разочарованию и поиску альтернативных ответов. Мой вам совет – это все-таки перепроверять все и будьте открыты к абсолютно противоположным объяснениям. Иногда должно пройти время, чтобы понять, что произошло на самом деле. Главный вопрос – может ли мир прийти в норму? Думаю, что короткий ответ на этот вопрос, конечно же, да, но залог успеха нашей борьбы с коронавирусом заключается в том, чтобы держаться вместе и проявлять как можно больше сочувствия, доброты по отношению к окружающим нас людям и не становиться какими-то озлобленными, равнодушными. Это очень важно. Поэтому берегите себя, берегите своих близких и, пожалуйста, не держите свои переживания внутри. Это очень-очень важно. Если вы не знали, вы можете писать мне на Инстаграм, потому что иногда легче высказаться к какому-то незнакомому человеку, чем близкому или другу. Я это прекрасно понимаю. Вы можете поделиться своими историями. Я обязательно вас выслушаю и я вам отвечу. Большое спасибо за то, что вы сегодня присоединились. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения. До скорой встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»